Так, всем доброго ранку! Я можу весь записати ВОХ. Дуже багато цікавих питань, тем, тому поїхали. У меня ВОХ про чорное-белое, поэтому жизнь такая, особенно в период войны. Вибачаюсь. Так, по эпицентру Никополя был прилет. Мои соболезнования землякам по-своему. Хотя я там был только один раз с проездом, когда вез военную технику. Возвращался с задания, не знаю, чему через Никополь поехали. Помню, тогда была ужасная дорога от Никополя до моей военной базы. Ну, видел могилу Сирка. В сам город, по-моему, не заезжал. Два слова хочу сказать про Никополь. Никополь – это Никитский рог, было такое понятие, в честь казака Никиты. Там была потом Никитская переправа. Во время любых войн царская империя использовала эту переправу для ведения войн на юге. Потом еще знаменитые эти края большими раскопками археологическими курганов скифских. Было, как пишут историки, начало восстания Богдана Хмельницкого в этом районе. Потом переименовали это поселение, по-моему, даже было названо оно и Славянском. Переименовали на греческий манер. Мода была у этой Екатерины Второй. И переводится это как «Город-победитель». Если открыть всякие российские википедии, то там написаны, например, такие самые известные уроженцы города Никополя. Это Ручка, певица группы «Блестящие». Ну а если почитать нормальные книги об этом городе, то уроженцы этого города Ау Гутман, дирижер, автор песен, композитор на Бродвее Американском. И на улице Аллеи звезд в Голливуде стоит одна из первых звезд Ау Гутмана. Он из города Никополь. Также с Никополя родом Осип Шор. Это прототип Остапа Бендера, который родился в Никополе, а потом переехал со своей семьей в Одессу. Также Евсей Михайлович Голдовский, советский ученый, один из крупнейших отечественных изобретателей в области кинотехники. Он один из основателей ГИКа. Там большая диаспора еврейская жила и много было выходцев больших из Никополя. Матус Рувинович Бесноват, он советский авиаконструктор, который вместе с немцами создал реактивный самолет. В АКБ-293 он работал. И главный конструктор опытного конструкторского бюро был бюро АКБ-4 «Молния». Он был создателем первой ракеты класса «Воздух-воздух» в СССР. Герой соцтруда. И один из знаменитых математиков украинско-американских, который член Американской Академии Искусств и Наук. Это Анатолий Владимирович Скороход. Ну и заканчивая этот список замечательных людей, не только певица Ручка. Это знаменитый создатель Днепра, который мы помним, за который я болел. Футбольного клуба Днепр. Это Жиздикий Емец. Помню этих двух людей. Один всегда сидел с наградами. Планка была у него на пиджаке. Без руки он, по-моему, был. А другой сидел такой полный, вечно курил сигареты. Ну вот эти люди создали этот знаменитый Днепр, который выиграл чемпионат Советского Союза. Процитирую сегодня этого человека, который у меня под запретом во многих флогах. Это В.В. Путина. Он сказал замечательный лозунг перед выборами. Бросай пить. Я с ним полностью согласен. Россия пьющая страна. Ну пусть он посмотрит свои фильмы. Я посмотрел как-то пару сериалов недавно. Водку наливаю через каждые пять секунд. И становись на лыжи. Полностью с ним согласен. Пора становиться на лыжи и валиться с этой страны. Самая большая помощь всему мировому сообществу прогрессивному это свалить из России. Чем вы быстрее уедете, тем быстрее рухнет эта страна. Об этом поговорю дальше. Я еще вспомню про удар по этому кораблику, знаменитому, российскому. Который сделали наши бывшие граждане, проживающие в Керчи. Они делают оружие, чтобы нас побыстрее убивали. Такая мы одна семья были. В Керчи, да. Я когда боксировал, то такого же не было, как ранее. Ну, видео, интернета. Я учился по книгам боксировать. Тренер мной не занимался. Я сам по себе рос. И я выучил Соннышко Демпси. Это очень важно в боксе, когда ты делаешь фальш-цель, а конечный удар, самый главный, у тебя, например, идет другую точку, область физиологии человека. И в Соннышко Демпси ты работаешь передним джебом. Несколько раз акцентированно бьешь голову. Соперник привыкает к твоему левому джебу. Потом ты показываешь левый джеб. Переносишь удар на этой же левой рукой на корпус. Твой противник опускает локти, блокируя. И ты же на челноке бьешь на маленьком подшагивании левый вниз. И когда ты подшагиваешь, ты чуть скручиваешь тело, и потом разворачиваешь его на противоход, на правый кросс. И конечная цель твоя – правый кросс. Поэтому нужно планировать так военные операции. Вы можете сделать напряжение на Кенчевском мосту. На самом деле вашей целью должна быть другая. Это правильно. С Ирского первые действия на фронте я полностью поддерживаю. Очень правильно, очень грамотно. И плохо, что, конечно, наша ставка предыдущая не требовала подготовку ИФС, инженерно-фортификационных сооружений. Там вчера был прилет по Одессе, мне подписчик писал, да? Очень мощный. Я, например, о планах, что Зеленский приедет в Одессу, не знал. Но какая-то подоляка в окружении Зеленского знала. И поэтому убили. Поэтому Зеленскому всегда нужно заниматься своим ближайшим окружением. Когда кого-то грабят, я вышел с сумкой денег, и меня хлопнули. Это же хлопнули ваше близкое окружение. Украина сама закупила понад 350 тысяч арт-снарядов у Европы. То есть запоминаем, что бесплатно подарить. У Европы нет мощностей поставлять снаряды в Украине. Но если за деньги, то можем найти. Поэтому, если мы будем их покупать, эти снаряды, то производственные мощности Европы будут расти. Об этом, кстати, неоднократно говорил Мако. Судьба РПЦ в Украине. Ее однозначно надо запрещать. Там-то какой-то тирадой разродился Романенко по поводу РПЦ. Но я понимаю, у него там окружение, вот эти всякие хомяки, суслики. У них голова трусится. Алекс Арестович, он оказывается проговорился, что его дядя был членом Верховного суда СССР. Ну, понятно. Там сплошная радянщина. РПЦ – это род войск. А род войск должен быть уничтожен. Это род войск российской армии. Там ничего нет общего с верой, религией. Вера – это хорошо, а религия – это плохо. Но верит кто... Не надо не принадлежать никаким методистам, евангелистам или христианам, чтобы верить в что-то доброе, хорошее. Я вчера шел по улице, кто-то набросал много пакетов всяких там, печенье ел, фантики. Я их ходил, собирал по лесу. Ну, может, подумаешь, что я сумасшедший, но я эти всякие ошметки принес в мусорку и выкинул. Верить надо в жизнь, верить надо в лучшее, но религия – это зло. И вот эти все образы выдуманные – Христа, или Будды, или еще кого-то, или Бога-слона. Ну, это ж люди добрые. Включайте мозги. Два слова о Китае. Китай сейчас выступает с инициативами, что нам надо срочно капитулировать. Китай линяет от войны в Украине на деньги большие. И убедительно просит Украину через Саудовскую Аравию, своего партнера, капитулировать. Если бы, ну, я вчера писал в Телеграм-канале, если бы товарищ Си подписался на видеоролики Юрия Будусова, то он бы изменил свое мнение в этом вопросе. Мне кажется, ну, ролики от Юрия Будусова – это для меня эндорфин и дофамин на целый день. Да. Зеленская Олена відмовилась бути присутной на зверненні Байдена до Конгрессу. Ее просили разместить с Юлией Навальной рядом, на сиденьях. Я полностью поддерживаю Олену Зеленскую. Чому? У Юлии Навальной первая промова была в ЕС, что не карайте народ России, ну, она популистка, она играет же, но русские фашисты всегда так говорят, как Юлия Навальная. Народ не виноват. То есть, кто нас убивает? Путин. То есть, он клонировал 600 тысяч Путиных, которые идут ордой на наши города. Нет, это народ. Но народ нельзя карать, надо только Путина. То есть, она популистка, которая пытается всем понравиться. Ну, продолжает путь своего мужа, да. И тоже самое дело Папа Римский, когда женщину-украинку-россиянку на ходе в Ватикане ставил вместе. Этого делать не надо. Мы не братья. Есть хорошая песня, ни по родине, ни по матери. Никогда мы не будем братьями. Эти слова написала наша девочка, а спели Балты. Шикарная песня. Сегодня послушаю. Запишу вов, включу эту песню. Поэтому Юлия Навальная надо прослушать эту песню и американцам, и прекратить заниматься ерундой. Буш просил старшего не выходить из Советского Союза. Даже наши коммунисты это не могли понять. Но они из меркантильных побуждений не хотели тырить сами то, что осталось от СССР. Ну, а я вижу Украину будущего по-другому. Просто наша задача какая? Юлии Навальной создать Россию будущего, великую державу, самую лучшую в мире. А наша задача, граждане Украины, хотя бы мы можем такой же надеждой жить, какой-то, о чем-то мечтать. Чтобы вы распались раз и навсегда. Чтобы вас не было. Чтобы вы там на какой-то чувашей и мордве заканчивались. Все, да. Прекрасная страна будет. Маленькое московское царство. Все. А за Уралом, за камнем, да, и в направлении Владивостока были отдельные государства свободных людей. Чтобы тувинцы, башкиры и другие народы жили отдельно, окремо. Да. И так как у Елены Зеленской и Юлии Навальной разные взгляды на будущее, американцы там не понимают, то как мы эти две женщины могут сидеть рядом? Вот вчера в Туве позавчера что-то там взорвалось и местные женщины ругались, я не знаю, на мандарине, но я ничего не понял, да. Это ж один народ. Какое отношение тувинцы имеют к русским. Они вообще летом, когда сходят снега, уходят в горы жить. Они не любят в городах жить. Страна, которая на 90% территории нет людей, но и мало земель, которые свою культуру навязывают путем убийства миллионов людей, но это ужас. Кто же с такими людьми захочет вместе иметь дело? Грозев упоминал, что ФСБ готовит молодых людей 19-22 года для проведения операций по устранению инакомысливщих за рубежом, но Грозев говорит, что ЦРУ и МИ-6 пытаются отслеживать этих людей. Вчера смотрел скрин, не знаю, принадлежат ли эти слова Архаме или нет, он сказал, что если вы пойдете на войну, вам там оторвет ногу и руку, то у вас не будет проблем с выездом за пределы Украины. Это ужасно, если он такое говорил. Лично я не слышал всего уст это. Архаме всегда должен думать так, что твои дети не граждане США, они приехали в Украину, ребенку 18 лет и завтра он пойдет на войну. Ну, или в 23 года. И тогда ты начинаешь лучше думать. Так надо и военные операции планировать, если бы ты сам умер. Не надо быть смелым в бункере. Наташа Влащенко у Гордона, они друг друга брали. Интервью, не то, что вы подумали. Заявление Алексея Арестовича это европейская норма журналистики, мне непонятна реакция на него в Украине. Беседа с Гордоном. Я же говорю, сколько бы Наташа Влащенко не скулила возле памятника Степану Бандере, она все равно возвращается к этому. Хотел сказать, чепушила, чушпан, нет, забыл его фамилию, вот она на днях брала интервью у плохого этого парня. Со Львова он родом, мудак-мудаком, сейчас живет Чехия. Вот вы бросаете плохое со своей головы. Гордон, я думаю, что Арестович выполняет тайную миссию от Зеленского. Я еще процитирую этого, за мной Хрещатик, за мной Майдан. Кстати, хорошее было интервью, Романенко взял у Гордона, Гордон пытался быть искренним, максимально. умный человек, неординарный, и стоит послушать интервью, хорошее интервью. Он изливал душу как мог, но иногда брал. Романенко, Гордон, а вот вы как дружили с теми, кто против Украины. А мы эту тему не затрагивали, так легче. Все правильно. Солдат убивает Украины, и зачем Кобзону задавать неудобные вопросы? Лучше ей шаком прикинуться. О красивом корабле, да? О корабле, господи, я извиняюсь. Не, Эдвард Родзинский. Ну, подбили, утонул, слава богу. Оборот речи. Котов. Котов умер в Феодосии, и корабль умер возле Феодосии. Вот не верь в карму. В бочине корабля там два контейнера могло быть этих калибров, ну, во всяком случае, по тактико-техническим действиям. И они взорвались. Ну, вроде бы, части экипажа эвакуировали, потому что они боятся далеко выходить от побережья, и они рядом с берегом были. Ну, в этот раз им повезу. Они предлагают делать боковые турели, как на крейсере Аврора в кораблях, потому что они знают, что делать с этими малюками. Математика Федорова, которого все ругают, непонятно, какие люди. три дрона за 500 тысяч удельных единиц, и экипаж 27 человек плюс 100 миллионов железа утонули. Да. Прекрасная операция. Там задавал вопрос мне человек-подписчик Макс по ПВО ближнего радиуса действия. Я вам весь перечень сбросил. У наших стран-партнеров начинает Германия, заканчивая Южной Кореей. Прекрасные Дзерпк ближнего радиуса действия. И как можно просить бесплатно, так и пытаться покупать. даже CV-90, даже 40-мм пушкой, там же у нее программируемый снаряд, выстрел, можно использовать для ПВО. Там Романенко сказал, что есть группа инициативных людей в Украине, которые изобрели установку за 50 тысяч долларов, которая может 600 метров с помощью пулемета поражать Шахет. Ну 600 метров это маленький радиус. Надеюсь чуть увеличить, надо перестраховаться. Надо эту тему развивать. Если бы у нас была сеть ЗРПК недорогих, то возле трагедии как с поражением домов в разных частях Украины, так и например уничтожением Хаймарса, к которому я возвращусь, не было бы. Потому что любая зала, которая залетела на 20 километров она подчищалась ЗРПК, которое должно быть с радаром. Много видео вижу наши делает мощное быче, такие два контейнера подвешиваются, что в принципе дом 10 на 15 изнутри складывается. Да, вот один попал в остановку автобусную бетонную, она развалилась. это хорошо. Фегины Курбанова ездят по Германии с турами, ну мне кажется у них роман, поэтому ну быть добру. Я всегда за отношения там, где много любви. Смотрю передачу Каир, ну Каир это город, в котором живет 80% населения Египта, он постоянно разрастается, любой предводитель, который правил Каиром, пытался рядом сделать город-спутник новую столицу. И сейчас этот Ассиси с востока Каира опять строит новую столицу, которая будет построена из разных кварталов в разных стилях, как мусульманских, так и европейских. И эта столица этого недемократического государства будет окружаться специальными войсками. Он и в Каире расширяет улицы для того, чтобы легче было подавлять восстание. В общем, население в Египте 105 миллионов и 80% живет возле Каира и в Каире. И центр города это получается живут все малоимущие, потому что вся знать выезжает за пределы Каира. И эти города-спутники стоят как западной, так и восточной стороны. Там живет вдоль реки льнию. Я плавал на этой реке, она такая помойка-помойка. Выпью воды. чужие сушал чекалки, на него редко суша, такая помойка-помойка. За Петренку буду втяжной и и втяжная. Он там критиковал Иванова и Петрова Я говорю, эти два проплаченных с российскими призвищами, ну фамилиями А Чекалкин свою фамилию не изучал Ну в чистом виде какая-то чувашская А Гордон сказал у Наташи Влащенко Я честно критиковал Зеленского Но я никого не беру деньги за это Дмитрий Гордон, цитаты великих То есть он последние три года бесплатно жил на телеканалах Ахметова А потом пресса писала, что у семи басманов появилась вилла Не вилла, а отель трехзвездочный во Франции Дмитрий постоянно возмущается, что ему приписывают квартиру В Москве, то я думаю там и не одна квартира Просто они чуть подмученные Ну до четырнадцатого года чего не купить бы в Москве квартиру Покупал, он там жил Аборты по Конституции Франции занесли аборты, право женщин на аборт Внесли в Конституцию Франции Это правильно Потому что церковь и государство, она стройная, чтобы побольше было потребителей Потому что много получается платильщиков налогов А податкования А я считаю, что человек должен жить в свободных отношениях Я вчера с одним знакомым, ну заочно мы общаемся, разговаривал Он богатый человек Я говорю, не привязывайтесь ни к квартирам, ни к машинам Не привязывайтесь Это все пережитки прошлого Имейте свое контосчет, да? Баланс на нем положительный И живите там, где вам хорошо И все Приобретение квартиры это элементы рабства Забыл сказать, что вот смотрел передачу про Калифорнию Бомжам там ходят компании социальные И выдают мобильные телефоны бесплатно Он заполняет анкету, ему дают мобильный телефон и карточку И очень много в Калифорнии наркоманов, ну реально много С темы на темы нежахаемость Хочу рассказать два слова Был такой аферист в США Джон Анджело Спано Младший 64 года рождения Он в общем был большой покойник хоккея Денег не имел, но имел неплохое образование Вращался в хороших кругах И с помощью фальсификаций Купил на 4 месяца клуб Нью-Йорк Айвендерс Нью-Йорк Айвендерс это был В 60-х, в 70-х знаменитый клуб, который выиграл 4 раза подряд Кубок Стэнли Во главе с нашим Михаилом Басим Майкл Баси А потом на клуб владелец забил И клуб пришел в упадок Ледовая арена во время дождя Дождь капал на головы зрителей И этот Джон Спано решил купить этот клуб И он с помощью махинаций, поддельных бумаг На 4 месяца завладел этим клубом Он разбил право платежей кусками Первый взнос он там кое-как заплатил С помощью фальшивых кредитов Ну а потом это все рухнуло Он перед этим хотел купить клуб Даллас Хоккейный Но когда он владельца пригласил к себе Домой, то... А он снимал, взял на 2 дня Виллу шикарную, но без мебели Он говорит, что у тебя нету мебели Он говорит, а я только переехал Не успел завезти А потом он его пригласил в хороший ресторан покушать И когда принесли счет А я летел с Далласа на переговоры А этот, кто меня пригласил в ресторан с Пано Он говорит, предложил мне за себя заплатить А у нас так принято, что если ты меня пригласил То ты меня и танцуешь Он даже умудрился, он дружил с большими игроками Ну, умел пыль в глаза пускать И на этот проект взял полтора миллиона долларов у Лемье Был такой знаменитый Марио Лемье, хоккеист И он когда под следствием был А потом писал книгу о себе и давал интервью То его посадили в тюрьму И он говорит, я когда очередную фикцию делал с бумагами Мне это интересно было, я этим жил Когда их танцевал лоху И я себе задал вопрос, неужели и это пройдет в этот раз И самое интересное, что В Энхел раньше не проверяли инвесторов После него начали создать специальную службу частных детективов И проверяют инвестора доли поперек на деньги Он когда взял клуб на 4 месяца Он хотел быстро перепродать телеправа И поднять оттуда деньги И взять кредиты на реконструкцию стадиона Но везде ему отказали И у него эта затея рухнула Его привел в эту сделку знаменитая легенда Энхел и друг его тогда был Это был Денис Потвин И Денис Потвин, будучи даже игроком, удивлялся Почему у спана нет администрации, фирмы, помощников Он все делает сам В воспоминаниях, когда он давал интервью Нетфликсу Он сейчас еще сидит в тюрьме Ему остался год сидеть Это, говорит, было весело и интересно И после него Энхел ввели институт частных детективов И там еще было много нюансов интересных Если вспомню, расскажу в следующей передаче Передача «Вой» Смотрел передачу про Стэнфорд Американский влог То преподавателям в Стэнфорде Нельзя на своей лекции выступать более 4 минут И все остальное время Отводится для того, чтобы выступали студенты И очень много заданий дается на дом Факультативно изучать И самое интересное Нужна программа обучения У них 50 классов И нужно выбрать их и окончить По своей специальности Ты можешь заканчивать за 3 года А может за 6 лет Все зависит от твоих умственных способностей Бывает шикарный влог Передача Кравченко Есть такой влогер Виктор Кравченко И он делает обзор по университетам и кампусам США Которые уделяют внимание спорту И он начал не с самых богатых университетов И показывает, как там это все устроено В университете в среднем ведется 17 видов спорта 17 Многие студенты становятся потом профессионалами Он приводил пример, по-моему, Мичигана Если не ошибаюсь Что 30 человек звезды НХЛ С этого университета И 21 человек выиграли Олимпиаду Некоторые участвовали 2 раза в Олимпийских играх Ледовые дворцы Намного лучше, чем у нас в Украине Даже самые центральные Тренер студенческой команды Например, по американскому футболу Может получать оклад от университета Больше миллиона долларов в год Это тренер по физкультуре получает У них, например, на матч По студенческому билету Это типа скидка Билет стоит на матч Американского футбола 200 долларов Стадионы забиты до отказа Мерчи студенческих команд Раскупается на ура Полгорода ходит в мерчи Мерчи этой студенческой команды Показывали там базы По большому теннису По легкой атлетике По американскому футболу Обычному футболу Все на высочайшем уровне У нас даже Олимпийские сборные В таких условиях не тренируются Мы реально живем в жопе Там показывают раздевалки Вход на стадионы Все по сканированию В ладони Показывают раздевалку Легкоатлетов Там комнаты отдыха С мягкими диванами Комнаты для разбора матчей Ну там просто Плакать и завидовать Белой завистью И студенты, которые Выпустились И стали успешными С этого Мичиганского университета Они за тот год Затонатили университету Благотворительностью 30 миллионов долларов Шикарный влог Ну рекомендую У меня с моего города Степанченко Ну мой приятель Уехал С Каменского В США Сейчас ассистент Главного тренера сборной США По спортивной гимнастике Его девочки Выиграли олимпиаду По спортивной гимнастике И он не жалеет А здесь он мучился Он подготовил С моего города Каменчанина Александра Воробьева Был один из мировых лидеров По спортивной гимнастике Победили Европы Мира Кубка мира Ну а сейчас Уехал в США И говорит Слава Богу Что уехал в США Потому что тут Тренировать невозможно Постоянно просишь Какие-то копейки У нас город был Очень спортивный Повторюсь У меня друзья были Чемпионы мира По гребле Бился чемпионы мира По штанге Хуситы перебили кабель Интернет И Если там полив сосед Соседей Да извиняюсь Может будете слушать Случайно Закрыл все что мог И захватили Нефтетанкер Сейчас видите Сейчас Байден идет на выборы Ему надо заигрывать Много например Палестинцев Арабов Живет в США Им надо заигрывать С этим лекторатом США Слабы как никогда Поэтому Надо высаживать Частные военные компании В Йемене В этом Западном Йемене И наводить порядок Там порядок Можно навести За три недели Но кому-то это выгодно По поводу поражения Хаймарса Ну это беспечно Сголовоплотяпство Нужно изменять Протокол применения Хаймарсов Их нужно применять Ночью И идти на маскировку Должны быть Маскировочных Три-четыре Капанира Там где вы работаете Хаймарс должен Заехать и спрятаться И быть на отстое Если вы будете Курить на открытых Местностях И не будет у нас Сети ЗРПК То хаймарсы Начнут исчезать Любой Искандер М Летит на скорости До пяти махов И ему надо Всего лишь две минуты Чтобы уничтожить Расчет хаймарса Мы за Ну Мы как бы В отместку поразили Там три урагана Один зоопарк Это здорово Но надо думать головой То есть Если ты не на измене Если ты не на маскировке Если у тебя нету Протокола безопасности То ты Труп Маскировка Маскировка Еще раз маскировка Инициатива Должна исходить Не от командования А от расчета Если вы сами Себя не будете беречь Не будете Натягивать Какую-то маскировочную сетку Там даже двойную Вот вчера Даже мы тут Зоопарк Который поражали Они все равно Сделали Маскировочную площадку Это правильно Чем больше фантазии Тем лучше Вы должны работать Как роботы Смотрел объявления В сети У нас расклеиваю Делаю массаж И куни Ну Я подумал Нефига себе Массажисты появились Госдеп США Ввел новые санкции Против России Под ограничение Попал ЧВК Вагнер Я не знаю ЧВК Вагнер По-моему уже нет Я от санкций США Просто угораю Даже аферисты Аферистами Общественность Украины Я вдячный Яка борется С пророссийскими силами Такими как Хомяк Спивак И им подобные Збили Дарью Гордейко Дарья Гордейко Она была Шеф-редактором Зика Начальницей Наташки Влащенко Ну это СС Медведчука Их называли Есть была СС Галичина И она стала Топ-менеджером Министерства Здравоохранения Украины От нее очень много Зависило И ее уволили Благодаря Активным гражданам Верховная Рада Ушла в отпуск Ну конфликт Между Шестью Эффективными Менеджерами Зеленского Потому что Новые законы Все нас ведут В КНДР И мне кажется Таким способом Верховная Рада Сопротивляется Тому Чтобы мы Скатились Просто Зеленский Должен Понимать Что Если он Сделает Здесь КНДР То Он уже Тогда не Продаст Франшизу Или Мерчи Что Вы Свободные Люди Боретесь С Ордой Получается Будет Тогда Маленькая Орда Бороться С Большой Ордой И сколько Он найдет Желающих Бороться Против Большой Орды Проживая Маленькой Орде Я не знаю Наверное Мало Кузнецов И Кокаин Есть Такой Центральный Нападающий Сборной России По хоккею Звезда Вашингтон Кэпиталс Он отдавал Играя Когда справа Все Голевые Передачи На Овечки На Кузнецов Он наркоман И Вашингтон Кэпиталс Выставили Его На Свободный Трансфер И Там Получается Система Такая Что Они Тебя Могут Перевести В АХЛ И Тогда Зарплатная Ведомость Резко Падает С 8 Миллионов До 2 Поэтому Наркотики Это зло Не употреблять У Индусов Оказывается Это не Свадьба Только Помолка Вот этих Самых Богатых Индусов Своей Страны Там Нищета Но Первая Страна По Ростам Приросту Экономического Развития В мире Обогнали Уже Получается На этой Помолке Они Только Ариане Заплатили 6,5 Миллионов Долларов За ее Выступление Две Песни А бюджет Свадьбы Будет Стоить 113 Миллионов Долларов И Вот эти Все Леваки Типа Сукерберга Приехали Только На Помолку А это Шабаш Разврата Я по Другому Это Не Называю Мне Кажется Если Есть Такие Деньги Лучше Построить Какое Предприятие Очередные Две Тысячи Индусов Пошли На Работу А у Индусов Сейчас На Бирже Труда На Одно Рабочее Место 300 Желающих Поэтому Сборная США По Математике Сплошные Индусы И Китайцы Сб Затрем Шпигуна Российской Федерации Что Мобилизовался Доллар ЗСУ Сергей Малинов Из Днепропетровщины У нас Таких Хватает У меня Был Такой Сержант Я считаю Что он Работал На Пользу Разведки Российской Федерации А когда Дошло Дело До Введения Боевых Действий Он Ревоцировался Убежал Сначала В Балтию А потом В России Оказался Таких Хватает Смотрю Вчера Передачу Влогера Нашего Ева Есть такая Девочка Ведет Передачу И Она Сняла Ну Встретила Извиняюсь Парня Судьбу Свою У него Много Денег Она В него Влюбилась И Он Релакант В Дубае Живет Она Патриот Украины Ведет Влоги В Украине И поехала К нему Туда В Дубае Ну там Шикарный Отель Порция Сырников Стоит 900 гривен На наши День И она Говорит Что это Недорого Ну и Показывает Эту всю Богатую Жизнь Показывает Как она Летит Бизнес Классом В Дубае Как она Спит В самолете Ну я За нее Рад Нам бы Ее Проблема Поэтому Если вы Красивая Девочка Вы Используете Активно Приложение Тиндер Не спешите Не разменивайтесь По любви Это не Всегда Хорошо Ищите Лоха Какого-то У которого Какой-то Нормальный Крипто Кошелек И тогда Вы его Можете Поставить На четвереньке Начал Смотреть Чуть-чуть Вчера Сериал Он Снят Из истории Мэри Вильерс Которая Своего сына Джордана Подложила Под Якова Шестого Шотландца Который Правил Британией Вот это Мечта Алексея Аристоевича Чтобы Украинец Ну как Брежнев Уроженец Украины Правил Москвой И мы Жили Единым Государством Он Об этом Говорил Яков Шестой Он был Гомосексуалист Она Это все Узнала Она Устала Жить В бедности Ну Жила В бедности У нее Муж Был Титульной Фамилией Но Небогатый И она Хотела Разбогатеть И она Узнала Что Яков Шестой Гей И обучила Своего сына Проституции Во Франции И он Стал Любовником Якова Шестого И они Начали Править Британией И она Резко Разбогатела Это Мэри Вильерс И рассказывается В сериале О ее Судьбе И ее Жизни Я люблю Исторические Фильмы Начал смотреть Но не выдержал Первую серию Фильм Снять Неплохо Диалоги Шикарные Но очень Много Гомосексуализма И Не вынесла Душа Поэта Позора Мелочных Обид В общем Где-то За 10 минут До конца Первой серии Там где Начались Все эти Прелюбодеяния Гомосексуальные Я выключил Я не против Занимайтесь Кому Заходят Пожалуйста Но Как говорит Филипп Я вошел Не в те В двери В общем Ну кто Кому Кто ровно Смотрит на это То пожалуйста Посмотрите Этот сериал Я не знаю Я даже По-моему Не записал Как он Называется А Любовый Смерть Сериал Не 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 Любовый Смерть Посмотрю Как название И вам Скажу Там Диалоги В сериале Когда муж Ее умер Ну Он ее избивал Она его толкнула С лестницы Он ударился головой Она его похоронила А он ее там Гумил Ну булином занимался Такой страшный Был некрасивый И диалог Она пришла К нотариусу Семейному И он говорит Нотариус Он вам по сути Ничего не оставил Она говорит Какой выход Он говорит Опять искать жениха Опять на тиндер Она говорит Через сколько Можно искать жениха Говорит У меня есть пару вариантов Потерпите две недели Для приличия И начнем искать Он нашел И когда она Кадрила Этого жениха Герцога Он говорит Вы начали Разговор как шлюха Мне понравилось Вы меня заинтересовали Ну Такими Намерениями А потом Перешла Она начала требовать Чтобы Говорит Я много тебе не буду просить Мне надо сына Обучить Гомосексуальным утехам И за это надо платить И он говорит А в конце разговора Вы стали бухгалтером Поэтому Кому интересны Такие исторические Сериалы То Пожалуйста Посмотрите Там артисты Все знаменитые Я сегодня Сделываю в сообществе Репост этого сериала Я его не смог Смотреть Потому что Мальчика Начали развращать Он путался Со служанками А мама Его наставила На путь истины Она сказала Своим личикам Нужно править миром И он потом Правил этим миром Было много Но я не заканчиваю Влог Скажу еще и про футбол Лиги чемпионов Много было Во вторник Была Кульминация Нападающих Мбабе и Кейна Был шикарный матч Бавария с Вацу По-моему Бавария с Вацу А вчера Был очень нервный матч Смотрел Реал Лейпциг Лунин Хотел сказать Путин Господи Лунин очень нервничал Не очень уверенно Играл Но слава богу Отскочили Я думаю Куртуа подлечится И Куртуа будет Главным Так Сегодня Лига Европы Я начал смотреть Сериал Любов и смерть Первую серию Посмотрел Ну неплохой сериал Показывает Отношения Вот этих Евангелистах Методистах Ну В США Они очень набожные На религии Это очень плохо Это зло Особенно белое население И показывает Как они В этой Там получается Такая система Хочешь разбогатеть Создать Заведи Вох Стань Сектантом И как они Там живут Этой всей Жизнью В этих Сектах Пока Посмотрел Первую серию Они все Такие Богочестивые Домохозяйки Сидят Дома Думают Как Отсосать У партнера С которым Она поет В хоре И Изменять Своему мужу Потому что Она устала Сидеть дома И Пользоваться Богами Цивилизации А Иран Конфискувал Американский Танкер С нафтою Ну Байден Он Миролюбив Он Барака Бараковича Обамы Друг Угрожал Сдать Учителя Физкультури Военкомата Это у нас Тернополе Мальчик Какой-то Заболел Циндромом Павлика Морозова И угрожал Учителю Учителю Видно Хочет Чтобы мальчик Рост физически Развитым Чемным Громодином Украины А мальчик Занимается Ерунду Смотрел Передачу Про Город Мичиган По-моему Да Это Миньянаполис Миньянаполис Штат Мичиган Это на севере США И город Небольшой 450 тысяч Населения И сколько у них Шикарных команд По американскому Футболу Миннесота Вайкинг Из НФЛ Баскетбольная команда Миннесота Тимбер Вулс Топ команда Там вот этот грек Играет Просто супер Ну чернокожий грек Безбольная команда МЛБ Миннесота Двинс И хоккейная команда Миннесота Ларс И выступающая В МЛС Миннесота Юнайтед Вот представьте Миннесота переводится Это как Ну одна Перевод один индейский Чистая вода Либо грязная вода Ну в общем вода И сколько в небольшом городе Шикарных команд Какое уделяет внимание Американцы К спорту А у нас Например В том же самом Житомире Ну который По 300 тысяч Ну спорта Особо и нет Смотрел вчера Футбол И там забил гол Капитан Лейпцига Там много Венгров Играет Этнических В Лейпциге Но которые Долго живут В Германии Орбан Вилли Орбан Не Виктор Орбан А Вилли То читал Об этом парне Он по маме Поляка По отцу Венгер Он посещал Гимназию Генриха Гейне Кайзерслаутерне И шикарно Играет На скрипке И разбирается Прекрасно На уровне Эксперта В классической музыке Вот какие есть Футболисты Берите пример Вилли Орбан И хорошо играет Забил гол Смотрел передачу Про Кстати у меня будет Окончание Весьма интересное Про Группу Каста Дудь Хотел сказать Дудь Юрий Вдудь Брал интервью У лидера этой группы Они переехали Им неприятно Жить в Москве Мушает Путин Весь режим И они революцировались С Португалию И он шел По набережной Порта И у него остановилось Сердце Он занимается Ножевым боем Профессионально Кстати интересная Рекомендую Позаниматься Водеть ножичком Очень полезно У меня брат Мой ватник Мастер спорта По дзюдо Он на нож Идет Вообще без проблем И сам был Мастер спорта То у него Остановилось сердце Во время тренировки И пробегала Рядом Терапевт Португалка Девушка И она Была Небезразлична Начала ему делать Массаж сердца Вызвала скорую помощь Подключила его К специальной Там ерунде Которая не давала Ему умереть Он 45 минут Был в такой Куме Она спасла ему мозг Потому что мозг Через 3 минуты Умирает И он Заново родился Да И они Где выступают За рубежом За пределами России То у них Есть какая-то Блатная песня Про блатняк Касты И эта песня У релакантов Самая модная Ну видите Их всегда тянет На шансон Там же у них Сейчас этот Грузин модный Блатной Рэп Читает В России Ну Россия Это тюрьма народов Это Песни про лагеря Смотрел передачу Про Рим И показывают Эту улицу Которая идет До испанской лестницы Я к ней шел И меня ограбили У меня такие плохие Воспоминания Кстати Испанская лестница Хотя построили Эту испанскую лестницу Французы Аренда Одного метра Квадратного Магазина На этой лестнице 10 тысяч евро Одного метра Квадратного Эти магазины Убыточные Но Все бренды Стараются Иметь магазин На этой улице Заканчивая влог Я смотрел подкаст С порно-актрисой Господи Сказела сказать Проститутка Такая милая девушка С милым голосом Ну позывной Я ее не буду называть Не записывал Получается Что она говорит Что я по вкусу спермы Могу определить Образ жизни Мужчины Как он живет Чем он питается Интересно Мне подписчик Пишет Мой Ну вот как вы мне Пишите Только у меня Другие Посты Пишите Про политику Про войну Про армию Он ей говорит Я в захвате От тебя Обожествляю Пописай мне Пожалуйста В баночку Я хочу выпить Банку твоей мочи Это я ему Настала И отправила По почте Я не могу Отказать И плюнуть Душу Этому человеку В общем У нее было Собеседование С этим Вудманом Который В Будапеште Работает С женщинами И Он говорит Он предложил Золотой дочке Говорит Я от вас Его не хочу Я еще не встретила Того человека В своей жизни От которого Я хотела бы Это Ну то есть Это верх Блаженства Должен быть Она рассказала Что они Как порноактрисы Если у них Утром Будет съемки Анальным сексом Они уже С вечера Не кушают У них диета И для того Чтобы Убивать Голод Они кушают Эти Желейные конфетки Мешкигами То есть Если вы видите Что девушка Кушает Мешкигами Конфеты То она Может быть Порноактрисой Получается Кишечник чистый Кава Нет При съемках Мужа говорит Анальную сцену Надо снимать И по 9 часов Подряд Жалко ее В общем Она кушает Мешкигами Она сказала Что есть Только 3 или 4 Лаборатории В мире По венерическим Заболеваниям От которых Принимают Анализы Перед съемками Фильма Из Москвы Анализы Не принимают К ним Нет доверия Кстати Хотят провести Олимпиаду По Для спортсменов Которые На стероидах В употреблении В употреблении Вечеринку А И Она Когда мне Пишут Подписчики Ну Хотят Со мной Зачекиниться То Когда мне Пишет Мужчина Что я Не такой Как все То Я Таким Людям Не верю Я верю Тем Кто Пишет Мне Ты Классная Девка У тебя Классная Задница Я Хочу Тебя Трахнуть И Тогда У нас Получается Нормальный Разговор Ну А так В принципе Все Вдячний За Подписку За лайки За Вподобайки Верим На Найкраще